Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня видео по запросу. Леночка Амоева, ну уже какое-то достаточно длительное время назад, просила рассказать о том, какими уходовыми средствами Фаберлик я пользуюсь. Ну и особенно в зимний период. У нас еще зима заканчиваться не думает. Еще месяца полтора смело мы будем жить в зиме, пока весна не начнет, слабые подступы. Ну и я хочу показать, что у меня есть. Наверное, это далеко-далеко не все. И вы тут видите батарею тех средств, которые я прикупила в свое время по возможности, когда-то по акциям, когда-то со скидками, когда-то как получалось, то по приятной цене, то на распродажах. И вот фреш-сыворотка с ардинином у меня в разных исполнениях, потому что она обновилась. Но не об этом речь сейчас. Я просто показываю, что это на самом деле то, что я использую. А выдвигать на передний план я буду то, что у меня сегодня под руками. И начнем мы, как обычно, с очищения. Для умывания я использую вот такую пенку из серии Айрстрим. Они у меня испробованы абсолютно все. И Горды Рика, и... О, Господи, надо же. Из серии Эксперт была пенка, сейчас ее нет. И из премиума в розовой упаковке. И Айрстрим, ну, понравились все. Это тоже очень и очень неплохая. Для умывания на каждый день, на утро и вечер, я использую вот эту пенку. Очень легкую, очень мылкую, которая хорошо-хорошо убирает все загрязнения. Проблем не возникает. Но с таким мотияжем я уже неоднократно говорила, что я практически не пользуюсь. Поэтому с моими... С моим мотияжем, с моими средствами пенка справляется абсолютно однозначно, без всяких проблем. Но иногда лицу требуется более глубокое очищение. И тогда я использую вот это средство. Средство из серии Эксперт. Эксперт, это очищающий пилинг-мусс. Так, сейчас немножко вот так сделать. Пилинг-мусс. Неплохое абсолютно средство. Но пилингом тут особо и не пахнет. Хорошая густая пена. Точно так же мылкая. Хорошо разносится. Хорошо-хорошо отмывает все. Здесь нет практически никаких частичек, что послужило бы таким ярко выраженным пилингом или скрабом. Поэтому иногда приходится прибегать и к более радикальным средствам. Хотя, в общем-то, я уже кожу стараюсь беречь и слишком не травмировать какими-то вмешательствами более жесткого характера. Но, тем не менее, приходится делать и это. Поэтому... Так, сейчас потихоньку буду отставлять. Поэтому приходится прибегать и к более деловым таким, действенным средствам. Я уже как-то показывала, и это замечательный скраб Тайс Ти нашими. Я почему-то фаберликовскими, ну, не знаю почему, не пользуюсь. Очень хороший скраб. Очень-очень тонкий. Весьма и весьма деликатно, но при этом действенно очищает. Вот здесь вот такие совсем небольшие вкрапления розоватого такого цвета с очень выраженным, женьшеневым, слегка горьковатым вкусом. Ну, обычно я не одну баночку, а несколько привожу. И если это нравится, то потом уже использую это у себя. Вот это средство. Посмотрите, как оно красиво выглядит. Это уже не первая баночка. Наверное, или вторая, или третья. Более чем устраивает. Поэтому, безусловно, пробую что-то еще. Но это, наверное, в числе фаворитов остается. Вот эта серия СНС. У меня и маска для лица из этой же серии есть очень хорошая. Но вот именно женьшеневая. Так, это такое средство. И, наверное, ну, сказать не так давно, но, наверное, не скажешь, уже давненько, я заказывала вот две таких пентискраба. Здесь функции совмещены. Это с косточками абрикоса, но очень-очень тонко выделанными, тонко-тонко дробленными. Поэтому никакого дискомфорта на лице это не доставляет лицу, не возникает. Пенится и мылится очень хорошо. Сейчас я покажу. Тут у меня средство без запаха. То, что я в качестве тоника, нет-нет, использую. Сейчас брызну и покажу, что оно на самом деле мылится замечательно. Тут не такое большое количество нанесено. А у меня тут уже скраб был другого рода. Но на лице на самом деле оно пенится. И пенится неплохо. Очень тонко-тонко размолотые косточки. Поэтому дискомфорта нет никакого, никаких повреждений механических таких на коже не остается. И чудный запах. Ну, сейчас женьшеневый больше перебивает. Отдельно я об этом скрабе пенки сниму видео. А сейчас хочу показать еще вот эту. Это с грибом линджи. Это вообще чудное, удивительное растение. К сожалению, у меня сразу же при открытии посылки произошел конфуз. Я сама тут отломила застежечку на тюбите. Так, сейчас вырызнем здесь, чтобы раз это. На лице оно немножечко не так себя ведет. Вот, но пена на самом деле, ну, я сейчас прям капелюшечку уже наношу, поэтому вы не видите столь обильного. На лице очень хорошая пена, вымывает все как следует. И в то же время такое деликатное скрабирование идет. И радует, радует на самом деле и лицо, и душу такое прекрасное средство. Ну, теперь дальше. После скрабов, скрабы обычно два раза в неделю-то я практически и не делаю. Реже один раз, ну, иногда два раза получается. Но это нерегулярное такое занятие и увлечение скрабирующими такими веществами. Ну, а теперь, собственно, то, что является уже ежедневным таким уходом, своего рода ритуалом, успокаивающим или дающим энергию, силы. Ну, про вот эту бутылку мою, наверное, только ленивый не знает. И если вы смотрите видео достаточно давно, то знаете, что я переливаю вот в эту бывшую. Смотрите, вот с логотипом Фаберлик и с надписью Аквафтем – это то, с чего начиналось. Это, ну, своего рода серия премиум, но она люкс тогда называлась. Вот это вот просто как какой-то аксессуар, как атрибут, который я просто не хочу терять из виду. Я сюда переливаю тоники. Их обычно на три или на четыре раза в зависимости от объема. 150 или 200 мл тоника находится. Вот здесь остаток того решейпинга, который у меня подошел к концу. И в пустых баночках я обязательно скажу об этом средстве. Тут вот на самом донышке оказалось. Но на смену ему готовится… Куда поставила-то? Так. Готовится вот этот вполне обычный тоник, очищающий вербена для всех типов кожи. То есть тоники я знаю абсолютно все. Из всех серий, единственное, 60+, не использовала ни разу, что там в качестве вот такого тонизирующего средства есть. А это все опробовано. Ну, сейчас просто подошла очередь базовой линии вербены. И буду использовать этот, как только вот еще дня 2-3 и этот, да, пшикается. Так. Это тоже отставляем в сторону. Гораздо чаще… Нет, наверное, нельзя так сказать. Не могу сказать, что чаще. Но очень часто я в качестве тонизирующего средства или просто увлажнения, а вот этот вот с монардой дель-спрей идет еще и под уходовые средства сингары, я использую вот эти дель-спреи с бактериофагами, вот этот без запаха, а этот с монардой. Особенно вот сейчас, когда у нас эпидемия в полном таком разгаре, да и компания позаботилась о том, чтобы концентрат для питья монарда можно было купить со значительной такой скидкой. Вообще вот это вот средство без запаха – это палочка-выручалочка. Если монарду не всегда использую, то это всегда. Часто-часто на лицо в том числе радуюсь от применения, вижу какую-то, да не какую-то, а значительную пользу. Сейчас приходят ученики и обязательно еще и распыляю в воздухе, чтобы лишние заразы и они не нахватали от других и мнение нанесли непонятно чего. В общем, вот эти средства – это тоже в том числе и уходовые, а не просто как профилактика и для профилактика каких-то простудных заболеваний и для ароматизации помещений или наоборот для удаления запаха. Это все вот то, что в ходу, в работе. Так, пошел слон по посудной лавке. Так, что следующее? Абсолютно не против использования кремов вербены. Очень бюджетная серия, но показывающая очень-очень хорошие результаты. Вот эти кремы из зимней серии – это для век дневной и ночной крем. Не знаю, смысла, наверное, открывать и показывать нет, говорить об этом нет. Хотя вот мазну, почему бы не мазнуть, когда оно очень приятно. Надо сказать, что эти средства изменились немножко. Это дневной крем. Это ночной, он немножечко поплотнее. Все они мгновенно распределяются с большой-большой легкостью. Этот очень нежный, деликатный, укрывистый такой, а этот более плотный, ночной, на ночь замечательно. Но единственное, я опять же на ночь – это заблаговременно. То есть вот эта базовая серия кремов, она идет минут на 20-30 раньше, чем я буду использовать другие средства. Не случайно оно, вот эти три средства, они с какой-то новой текстурой, как с бархатистой, и с менее выраженным запахом. Но у меня запах женьшеня перебивает все, поэтому здесь пахнет невербенной, которая на самом деле менее такая яркая, менее душистая по сравнению с летней серией. Но очень-очень приятная, такой, ну не знаю, вот легкий бархатистый эффект на самом деле, вот как плюшевые что ли какие-то руки становятся. Даже не бархатные, а гораздо-гораздо приятнее. Ну это после того, что я тут смесь всего этого нанесла. Так, это уберу в сторону, отодвину. Люблю эту серию, люблю и за ее недорогую цену, и за тот результат, который имеет место быть. Мы все прекрасно знаем, что Фаберлик не существует без кислородного бальзама, и некоторое время назад, когда он исчез из каталога, чтобы обновиться и появиться вот в таком виде, с добавлением тумерина, этот у меня всегда, всегда есть, всегда на готове, на подхвате, любые ожоги, любые прыщички, любое увлажнение, которое нужно сделать, усилить действие крема. Это всегда, вот этот бальзам, это и защита, и усиление действия множества средств каких-то других дополнительных, в том числе и тех, в которые он не входит. Ну если вы хотите, чтобы, понятно, это не средство для мытья, а уходовые какие-то средства. И если вы считаете, что недостаточно кислорода, вот этого активного, вы можете добавить концентрат этого средства. Здесь 20% действующего вещества, и безусловно, действие любого крема, не знаю, там, сыворотки, еще чего-то, будет усилено. Но он и сам, практически является заменителем той самой сыворотки. То есть, без вот этого бальзама я также не представляю, чтобы я обходилась. Так как зимой нам нужно максимальное количество питания и увлажнения, то вот эти средства, они всегда со мной. Вот это масло «Нектар молодости», но я покупала это на одной из распродаж вместе вот с этим вот антицеллюлитным кремом. Вот так вот этот крем, похоже, сдвигать мне придется. И вот еще не распечатанный новенький, так же, как и масло. А вообще для консультантов компании надо сказать, что мы в выигрышном положении оказываемся, потому что не всегда даже то, о чем оповещают в каталоге или каким-то образом еще, нет-нет, да, на 3-4 дня вводится какая-то распродажа или спецакция или еще что-то, когда средства «Сингары» можно приобрести по гораздо более приятной цене. И вот сейчас я заказала целых два комплекта, так, ну только не этого, а сейчас покажу, чего. Для лица и для век. Так, ну, начала об одном, перешла на другое. Значит, это вот этот антицеллюлитный крем и вот это масло «Нектар молодости», которое, да, всегда стоит по каталогу, если нет никакой скидки, то больше 2 тысяч, весьма кусающаяся цена. Зимой ее очень здорово использовать, ну, в принципе, не только зимой, а в любое время года, но зимой особенно актуально это становится, когда и для лица, и для волос можно применить это замечательное средство, которое помогает восстановить и естественную защиту, что ли, кожи. Это масло косметическое, с одной стороны, это интенсивная релаксация, с другой стороны, это средство для восстановления кончиков волос, это для повседневного вечернего ухода за час до сна. Если необходимо просто быстро навести лоск на своем лице и выглядеть великолепно, то совмещается вместе с делем «Аквалис». Вот он, этот гель, гель для лица и шеи, это прекраснейшее, мощное такое увлажняющее средство. Я еще раз повторяю, у нас морозы очень сильные, и кожа постоянно испытывает такой стресс, сохнет очень сильно, требуется в постоянном уходе, увлажнении, в подпитке, и поэтому вот это масло по одной-две капельки можно совмещать вот с этим вот кремом антицеллюлит, можно вместе с «Аквалисом» смешивать на ладони их, чтобы усиливалось проникновение и взаимодополнение этих средств. А сейчас появилось еще вот такое замечательное средство, это гель для лица увлажняющий, очень похож на тот самый легендарный теслород. Единственное, что теслород у нас такой гель голубенький, слегка голубоватый такой. А вот это средство, оно тоже гелевое, но беленькое, но увлажнение дает быстро и здорово. Сейчас намажу руки, и потом можно будет вышивать. Ниточки не будут в руках, в пальцах где-то находить. Находить цеплялочки, заусенечки, шероховатости и еще что-то, что будет мешать. Так, ну сейчас сдвигаю немножко и вот это вот все. Так, и на сладкое. Значит, вот эти два средства, сингары, это кремы третьей ступени. Целью их является эластичность, и за счет укрепления структуры коллагена лицо наше становится заметно лучше, улучшаются показатели эластичности кожи. Также он обеспечивает активное питание, уплотнение тургора и восстановление липидного баланса. После применения этих кремов улучшается цвет лица. С одной стороны он матирует и выравнивает барьер, с другой стороны дает возможность, ну если не сияние и свечение, то улучшение, значительное улучшение внешнего вида. Также он насыщает кожу витаминами и микроэлементами и корректирует основные признатистарения. Так что после базового крема утром и на ночь, вот они универсальны, этот крем, помечено, что вот она третья ступень, вот внизу эта пометочка есть, ну они и по цветам, вот эти ступени отличаются. Эти коричневого, первая ступень это белые, и вторая ступень это синие. Из всего этого я никак не могла, и не могу еще попробовать синие. Промашку дала в какой-то из предыдущих разов, когда была комбинация, там было три крема плюс крем для шеи и декольте. Ну не знаю, что за жадность, наверное, обуяла в тот раз, когда была замечательная распродажа второй ступени. Но думаю, что впереди еще время есть, и когда-то попробуем. А глазной контур, вот этот вот в поменьшем исполнении, исполнении, причем 30 мл здесь крема, он обеспечивает мягкий уход за кожей век, глазного контура, быстро устраняет проявление признаков усталости, улучшает плотность, тонус и эластичность нежной кожи вокруг глаз, очень быстро впитывается это однозначно, защищает от агрессивных факторов внешней среды и служит прекрасной основой под макияж, если это использовать утром. Вечером же, как я говорила, можно использовать абсолютно с любым средством сингары, уходовыми, такими для тела в том числе и антицеллюлитом, и можно с ревиталом использовать, и это будет здорово. Ревитал я перед этим использовала, сейчас у меня пока закрытая упаковочка, я не думаю, что такое огромное, что ли, изобилие должно быть, поэтому вот он есть, он приготовленный, ревитал, а аквалис, вот он на готове, он со мной. Так что вот такими средствами уходовыми я пользуюсь, ну, помимо этого, есть и еще что-то, но к нашему разговору, я вот тут тайские-то средства скрабовые только показала, ну, безусловно, если возникает какая-то очень большая проблема, то вот этот гель с ординином восстанавливающий тоже, бывает, приходит на помощь, есть ли какое-то заметное-заметное шелушение или какие-то прыщички появляются, а такое дело бывает. Почему в кадре не всегда бывают, тут у меня проблема, но это, видимо, внутренняя такая проблема, хотя вроде как и пью много витаминов и всего-всего делаю, но нет-нет, на губах герпес появляется, поэтому не каждый раз хочется в кадр попадать, но вот этот восстанавливающий дель тоже принимает участие в борьбе с таким недугом. Так, ага, и вот, говорила, 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 а так и не сказала. Вот целых четыре у меня тут новых, целые батареи старых и новых, и вот уже практически заканчивающийся, ожидающий своей участи в пустых баночках, спрей вот этот, бутылочки у меня эти, разбираются для всякой-всякой необходимости другими людьми, в том числе и членами семьи, и даже не членами. Очень, в отличие вот от всех других спреев, ну, столь мягкое распыление, при этом такая широкая площадь покрывается. Вы знаете, вот, наверное, сегодня я даже и не могу представить жизнь свою без вот этого геля, вот этой сыворотки с ардинином. Во-первых, она антивозрастная, уходовая, во-вторых, она является на самом деле энергетиком, который взбадривает, он обычно прохладненький такой, а если его еще и поставить в холодильник, ну, не в самое холодное место, а на стеночку, на дверцу холодильника, чтобы он еще и, ну, прохладный, типа спрея льда был, то это вообще изумительное средство для взбадривания, для приведения кожи в порядок, для получения, ну, неимоверного наслаждения, причем макияж от него не течет, ничего не случается, замечательно лицо чувствует себя и вообще масса только удовольствия. Ну, вот такие мои уходовые средства, не только зимы, я ими пользуюсь, в общем-то, достаточно регулярно, ну, кроме вот вербены зимней. Не думаю, что должна быть какая-то специальная косметика именно для зимы, да, для выхода на улицу вполне возможно, а так-то уходовые средства, ведь они практически и не меняются, но все больше и больше я убеждаюсь в том, что скупой платит дважды, и поэтому все больше и больше, все шире и шире у меня появляется средство из сингары, о чем я только могу высказывать восхищение. И большое спасибо говорить тем, кто создал вот эти замечательные продукты. Ну, а тем, кто пробует и распробует их, я желаю, ну, дальнейшего счастливого применения и видения тех результатов и в состоянии здоровья собственного организма, и у себя на лице, и вообще всегда и во всем. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.